Добрый вечер, в эфире Витя Карачаева Черкесия, в студии Руфан Жукаев. Из Черкесии в зону СВО отправились два автомобиля повышенной проходимости. При посредничестве Народного фронта УАЗы бойцам из нашей республики передало руководство управления налоговой службы по Карачаево-Черкесии. Подробности в сюжете Артур МХЦ. Из Карачаево-Черкесии в зону СВО грузы поддержки отправляются на регулярной основе. Многое делается по запросам наших земляков, участвующих в обеспечении мира и порядка на новых российских территориях. Но есть то, что там необходимо постоянно. Например, транспортные средства повышенной проходимости. Машины всегда востребованы и сейчас эта востребованность не снижается, к сожалению. Напоминаю, что мы передаем машины уже не первый раз от федеральных органов власти в рамках выполнения распоряжения правительства Российской Федерации. И еще раз призываю всех, у кого есть машины, которые не востребованы, либо которые под списание, либо которые, ну, нет в них такой уж необходимости сейчас в мирное время, пожалуйста, обращайтесь в Народный фронт. Мы поможем вам передать их нашим ребятам на передовую. На этот раз два автомобиля повышенной проходимости были переданы бойцам из Карачаево-Черкесии руководством регионального управления Федеральной налоговой службы. По исполнению распоряжения правительства были подготовлены два технических средства УАЗ «Патриот» и передаем на безвозмездной основе. Данные транспортные средства находятся в хорошем техническом состоянии. Прошли проверку в станции технического обслуживания. Надеемся, что они принесут пользу нашим бойцам. О способах применения такого транспорта в зоне проведения специальной операции рассказали и сами военнослужащие. Приехали забрать две машины УАЗ «Патриот» высокой проходимости для выполнения боевых задач на зоне СВО. И как бы… Скажите, зачем они нужны? Они нужны для эвакуации раненых на поле боя, так как они не как прямая военная техника, их трудно заметить. По словам военных, уже через пару дней они доставят УАЗы к месту назначения, где в них в силу ряда характеристик имеется большая необходимость. Артур Мхцемиха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия продолжает оказывать помощь подшефному Старобельскому округу Луганской Народной Республики в рамках реализации соглашения о сотрудничестве. 126 единиц технических средств для реабилитации незрячих на правила наша республика. Переданные технические средства улучшат качество их жизни, помогут лучше ориентироваться в пространстве, преодолевать препятствия, измерить температуру или давление, сказал глава Карачаева-Черкесии. Инициативная группа «Сердце фронта» совместно с Автономной некоммерческой организацией социальной поддержки «Ромашка» отправили гуманитарную помощь нашим бойцам в зоны специальной военной операции. В погрузке участвовали и юные активисты, которые не только формировали груз, но и помогали в плетении маскировочных сетей для участников спецоперации. Алихан Лепшоков продолжит тему. Каждый из нас готов оказать помощь нашим ребятам, которые находятся в зоне СВО. Волонтеры инициативной группы «Сердце фронта» совместно с Автономной некоммерческой организацией социальной поддержки «Ромашка» объединились, чтобы сформировать гуманитарную помощь для отправки нашим бойцам. Здесь, помимо еды, мы подготовили необходимые инструменты – автозапчасти по просьбе наших ребят. Так как каждый из нас обязан оказать свою помощь, им отмечают активисты. Мы объединились и дальше будем помогать нашим ребятам, чтобы они чувствовали, что у них надежный тыл. Все, что отправляем, это по списку. Ребята, то, что просят, они обращались как в нашу группу «Ромашка», так и в инициативную группу «Сердце фронта». Все просьбы мы фиксируем, записываем, изготавливаем сети маскировочные. Они тоже жизненно необходимы, они спасают жизни ребят. Также машины стараемся, запчасти, то, что мне просили. Каждый из солдат для меня, как родные сыновья, отмечает руководитель инициативной группы «Сердце фронта» Марина Иманова. Она находит возможность сформировать гуманитарный груз. Приятно видеть, что многие жители нашей республики оказывают нам помощь, так как только в единстве наша сила, отмечает Марина Иманова. Груз отправляется на несколько, как сказать, рот получается, римбат. Им нужны были очень инструменты, электроинструменты. Им все выкуплено полностью, у них заявка полностью закрыта. И метрота, и метрота тоже все заявки закрыты. Плюс ко всему, вот все их заявки закрыли ребята, к которым мы обратились. Некоторые сами вышли и сказали, что они закроют их заявки. И на деньги, которые были у нас собраны, в группе мы купили медикаменты. Самые юные волонтеры оказывали свою помощь в погрузке гуманитарного груза. Наши бойцы должны знать, что каждый из нас будет помогать им, чтобы они с победой вернулись домой, отмечают молодые волонтеры. Мой папа сейчас на СВО, и он начмеет полка, и мы помогаем ему, чем можем. Например, запчасти для его, машин, которые не обслуживаются, и остальную гуманитарную помощь, которую загружаем в газель. Приятно, что людям становится легче на СВО, потому что мы им помогаем, чем можем. И то, что они воюют за нас, и нашу безопасность здесь, и за свободу. Поэтому нам очень приятно заниматься этим и помогать им из тыла. Помимо технических принадлежностей, участникам спецоперации будут переданы хачанэ, лимонад и сыр, а также индивидуальные подарки, которые подготовили активисты. Аль-Ханеп Шоков, Ринат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Полиция Карачаева-Черкесии проводит проверку по факту наезда малолетнего ребенка на арендованном электромобиле в Черкесске. В дежурную часть отдела МВД обратилась 38-летняя местная жительница. Она сообщила полицейским, что на пешеходной зоне по улице Первомайской республиканской столицы на ее малолетнего ребенка совершил наезд электромобиль, в котором находился другой малолетний ребенок. Полицейским установлено, что причиной происшествия стал недостаточный контроль за перемещением прокатного инвентаря, а также за обеспечение безопасных условий для эксплуатации со стороны индивидуального предпринимателя. По данному факту проводится процессуальная проверка, электромашины изъяты. В отношении троих предпринимателей, которые осуществляли свою деятельность на центральной улице, составлены административные протоколы. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь и гроза в отдельных районах сильный, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 15-20, в горах до плюс 13, днем 31-36 градусов тепла и местами до плюс 26. В северных и центральных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 18-20, днем 34-36 градусов тепла и высокая пожароопасность. Свой престольный праздник и десятилетие с момента образования отметил храм великой княгини Елизаветы и инакини Варвары в селе Дружба. Радость праздника разделил архиепископ Пятигорский и черкесский феофилакты и приглашенные гости. Подробности у Али Баташева. По традициям кавказского гостеприимства почетных гостей встречали хлебом и чашей аэрана. Приход был организован в 2014 году и располагается в приобретенном и переоборудованном под храм вагончике неподалеку от сельского дома культуры села Дружба. Здесь пока нет колокольного звона, но есть горячее желание молиться вместе. Ирина Лепетюхина и Надежда Мелкумова являются прихожанками церкви преподобно-мученицы княгини Елизаветы и инакини Варвары с момента открытия. Родилась здесь в Дружбе. Было, конечно, очень радостно, что к нам наконец-то повернулись и организовали приход у нас в Дружбе. Но ходят пока не очень много людей, потому что многих смущает наш храм маленький. А так батюшка приезжает, очень хороший батюшка у нас, мы очень рады. Всем хочется пожелать здоровья, благополучия. Вот кто сегодня смог в себе найти силы, это же как подвиг, можно сказать, прийти своими ножками. Вот по такой жаре не каждый же сможет. Вот всем благодарность. Спасибо большое, кто поддержал. Множество верующих заполнили храм и территорию вокруг него. Началось богослужение. Литургию на престольный праздник совершил архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Обращаясь к пастве, ладыка пожелал всем собравшимся дружбы, умения уважать, поддерживать и слышать друг друга. Поддерживать друг друга и сохранять пространство нашего одного большого дома, нашей любимой Карачаевой Черкесии. И, конечно же, сохранять те традиции, которые завещали нам наши предки. И сегодня, приехав сюда, я ехал с особой надеждой помолиться вместе с общиной. Ну и, конечно, поздравить особым образом с десятилетием начала здесь приходской жизни, которая теперь уже, слава Богу, имеет свои добрые плоды. Я присоединяюсь к поздравлению, поздравляю всех православных жителей дружбы с этим праздником. Желаю, что на душе, чтобы она потихонечку сбывалась, чтобы потихонечку росло их благосостояние, здоровье потихонечку не подводило. Чтобы все шло потихонечку к лучшему. После богослужения на территории маленького, но очень гостеприимного храма был организован праздничный обед для всех желающих. Али Баташев, Ольга Савенко, Михаак Ракелян. Вести Карачаева, Черкесия. Свадебный перепелох теперь и на медовых водопадах в Карачаево-Черкесии. Торжественная регистрация брака – яркое и значимое событие в жизни молодоженов. Три счастливые пары сочетались с узами брака на панорамной площадке в окружении живописной природы. Организатором мероприятия выступил ЗАГС Малакарачаевского района. Как проходило торжество, расскажет Дарья Тендит. Что может быть прекраснее торжественной регистрации брака на фоне великолепной природы? Так подумали Амината и Смейл Салпогаровы. Новый этап в жизни молодожены решили начать эффектно. Нас просто пригласили. Будет эффектно, на память, запомнится, красиво. Мы согласились. На самом деле, да, необычное место. Воздух, пейзаж, люди. Все это просто чудесно. Вместе они на протяжении девяти лет выросли в одном селе. Ему нравится ее характер, красота, а ей его оптимистичный взгляд и искрометный юмор. Начались акроматические отношения в институте и переросли в крепкую, счастливую семью. С каждым днем любовь вспыхивает с новой силы, отмечает пара. Серьезно общались. И в какой-то момент я просто встал, подумал. Ну, мы созрели для этого. Что нужно для того, чтобы была крепкая и счастливая семья? Взаимопонимание, уважение. Терпение, терпение, еще раз терпение. Три счастливые пары. У каждой своя трогательная история любви. В этот ответственный и романтический момент на фоне медовых водопадов в окружении живописной природы шесть заветных даб прозвучало. Молодожены обменялись кольцами, а после им вручили важные долгожданные документы в их жизни. В рамках года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, выездные регистрации на фоне природных ландшафтов Карачаева-Черкесии стали особенно популярны среди пар, решивших узаконить свои отношения из разных уголков России. Атмосферно и красиво на фоне водопадов, не только в горах, можно провести торжественную свадебную церемонию. Практически все, которые регистрируют здесь брак, но проживают в других концах нашей большой России. Желающих становится больше и больше. Боюсь, что лишь бы мы то количество, которое хотят извне республики приехать, зарегистрировать здесь свой брак, чтобы мы их успевали регистрировать. Много теплых слов поздравлений прозвучало на торжественной церемонии. Молодоженам вручили памятные подарки от главы Малокарачаевского района и от владельца туркомплекса «Медовые водопады». Звучали и музыкальные поздравления. А после они отправились делать свадебные фотографии. Считается, что «Медовые водопады» приносят счастье молодоженам. Сказочная локация в полной мере позволяет насладиться романтическим моментом. А воспоминания о главном дне в их жизни надолго запомнятся в их памяти. Дарья Тензита, Либастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. И последнее. 21 июля в ауле Апсуа на территории ипподрома пройдут девятые игры народа Абаза. Начало соревнования в 9 часов, а в 14.00 состоится торжественная церемония открытия. Организаторы приглашают всех жителей и гостей Карачаева-Черкесии на праздник. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите музыкальное шоу «Ну-ка все вместе». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!